Добрый вечер! Начал к своему телевидению «Диалог православия». Мы в прямом эфире. Вы вместе со мной можете задавать свои вопросы священнику Русской Православной Церкви. Гость нашей студии, настоятель Николай Берликовский, милостаря Игумен Евмений. Добрый вечер! Добрый вечер! Предлагаю нашу передачу... Всех с постом! Да, с началом поста. Предлагаю уже по нашей доброй традиции начать со слов Спасителя, с чтения Евангелия, того отрывка, который будет читаться на воскресном богослужении, читается в храме на церковном славянском, мы с вами на русском языке, чтобы людям было понятно. Итак, пожалуйста, Евангелие от Луки, глава 12, стихи 16 по 21. И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в бога богатеет. О чем эта притча? Притча гласит о том, что был человек, достаточно богатый человек, у которого были свои поля, свои житницы. И вот случилось то, что ему удалось вырастить богатейший урожай. Такой, что даже не помещался в его житницах. И для него это стало проблемой, куда это все девать, как, что делать. То есть мы видим в притче, что Господь явно показывает, у него головная боль в связи с этим случилась. Что же делать-то с этим всем добром-то? И он решил сломать старые житницы, построить большее. И туда все это добро свое заложить на многие-многие годы. И на этом, так сказать, примере, и сейчас этот пример актуален, и сейчас многие живут по этому принципу. Куда же мне девать-то? Ну, давай еще побольше. Теперь в банк в один положу, потом в другой банк положу, потом где-то еще за границей банк что-нибудь сделаем, положим. И по этой притче мы видим, что человек предполагает, а Господь располагает. И что человек этот не учел самого важного в своем образе жизни, что вот он в эту ночь-то умрет. И все его эти сокровища, которые он накопил и спрятал, и сохранил, кому достанутся, неизвестно. Мы сейчас это видим буквально на каждом шагу, где после смерти богатого человека приходит его, так сказать, семья. И не только семья, но и претендующие на семью, любовницы какие-то, начинают это все растаскивать в разные стороны. И от этого богатства ничего не остается. То есть, ну, одно воспоминание. Зависть и злоба. И суды, пересуды. Кому больше, кому меньше. Ну да, там даже и за квартир. Да что говорит это там любовниц и семьи, которые настоящие, например, да? Даже в одной семье дети, например, из наследства, как они вот тоже делят? Могут даже там и суды подавать. Да, даже детей делят. Вот распадается семья, да? И муж с женой, казалось бы, ну уж детей-то чего делить. Да, вот кто с ним будет, кто с ним будет. Сколько там будет, кто-то чего выплачивает, какие-то там алименты и прочее. Ну, то есть, мы сейчас живем в такое время, когда люди на материальных благах, можно сказать, помешались. И по своему неразумию считают, что это основной род деятельности человека. Думать о материальных благах, добиваться их любыми методами и путями. Воровать так воровать, грабить так грабить, обманывать так обманывать. Лишь бы у меня было побольше. И совершенно не думать. Это же, наверное, не то, что больше. Люди привыкли к комфорту. То есть, нам нужно те же фрукты мы выбираем. Какой получше взять, да? Там, диван какой помягче. То есть, люди настолько привыкли к комфорту. Знаете, аппетит приходит во время еды. Сначала человек, сначала он хочет купить это там в пятерочке, в магните. Потом он какую-нибудь там азбуку вкуса едет. А потом он вообще заказывает из-за границы спецрейсом какие-то фрукты. Там из Таиланды ему везут. Это все, понимаете, повышает уровень этих фруктов. Цены, да? И это все, как сказать, бесконечно. Можно увеличивать свой комфорт. Но все это комфорт телесный, который ничего душе не дает. Собственно, почему вот эта вот гонка за этой морковкой, получается, которая висит перед человеком, он пытается ее догнать. Это то самое ускользающее счастье. Он думает, ну сейчас вот у меня не хватает дачи здесь, под Москвой. Вот сделаю и буду счастливым. Сделал, да. Ну теперь, значит, где-то на Канарах дачи не хватает. Сделал, буду счастливым. Ну кроме того, бывает так, что если в перспективе... А бывает, люди, которые мечтают о той же даче, и всю жизнь вкладывают для того, чтобы эту там дачу, да? И даже, может быть, они ее в конце концов и не достигнут. Но жизнь-то положена на пустяке. Да, вот они дачу эту сделают и умрут. От ковида сейчас... Сделают или не сделают? Да, могут и не доделать. А могут еще так думать, ну вот сейчас я дом построю, и там все дети будут жить со мной. Вот эта комната сына, вот эта комната дочери. То есть кто вот не знаком с этим, а потом ко мне приходят и говорят, а вот они все, так сказать, я один в этом доме их брожу, и никто со мной жить не хочет, да, что делать, батюшка. То есть когда в Матичах служил, там были моменты, когда просили осветить коттедж по две тысячи квадратных метров, плюс еще у них корпуса для прислуги, плюс территорий там гектара, то и больше. Живут два человека. Вот я ходил по этому зданию, там у них на первом этаже кинотеатр свой, там огромная кухня, гостиная, там туалет не сосчитаешь. Я говорю, вы меня сопровождаете, значит я заблужусь во всех этих ваших закоулках. И когда вот все это осветил, там через полчаса вот этих ходьбы по этим этажам, я говорю, а вы вот когда расходитесь по дому, ну там жена в одной комнате, там муж в другой, а вы как себя ищите друг друга потом? А мы, говорит, всегда с телефоном ходим. Ты где? Я там. Ну подожди, я сейчас туда подойду. То есть до безумия доходит. И говорю, а как вы вот там на третий этаж не, говорит, месяцами туда не поднимаемся. Вот живем там вот в этих ближайших комнатках, а вот это вот оно и даже никому и не нужно, собственно. А потом это и содержать надо, и налоги. Это надо финансировать, это надо там мыть, это же огромная нагрузка, причем нагрузка на душу человеческую. А человек, счастье не зависит от этих вот всех огромных там коттеджей и прочих всяких ценностей, как нам кажется, материальных. Это не ценности, это тяготы, потому что мы не можем думать одновременно о разных вещах. Либо мы думаем о душе своей, либо мы думаем, как ее сохранить, душу, либо мы думаем о том, как сохранить свои богатства. Ну, как в Евангелии написано, не может человек служить одновременно Богу и мамоне. Вот здесь это яркий пример, вот в этой притче как раз об этом и говорится. Что вот человек, скажем так, он умный человек был, он был грамотный, если он создал уже такое свое имение, он его правильно содержал, он достиг таких больших урожаев. То есть его не назовешь глупым человеком, то есть как организатор он был талантлив. Но вот то, что он организовал и пустил не в ту стезю, не для Бога, а для себя, вот это, конечно, его большая ошибка. Господь, то есть сказал им притчу. Кому им эта притча? Рассказывай. Ну, с чего, собственно, да, началась эта вот беседа. Подошли к Господу два брата, и один из них попросил Господи, вот рассуди между нами, чтобы брат со мной правильно разделил то имение, которое нам досталось на следство. Не зря я заговорил как раз перед этим о наследственных делах судебных, которые там, ну, только адвокаты там богатеют на этом, и судьи, собственно, зарплату получают. А для людей, которые получают это наследство, как правило, частенько это мучение и скорбь. Вот здесь то же самое, ничего не изменилось. 2000 лет назад также была скорбь, два брата не могли разделить между собой имение. Чего ему, чего ему. И вот им как раз бы Господь и сказал эту притчу. А когда на прямой вопрос они сказали, рассуди, Господь ответил, кто меня поставил над вами рассуждать и делить ваше, так сказать, наследство. И эту притчу ему им привел. Почему приводится богатый человек? То есть не бедному хорошее урожай досталось, а почему очень богатому человеку там хорошее урожай? Почему богатому еще получается богатый урожай? Для чего это? Для чего вообще богатым дается вот? Ну, каждому человеку в этом мире Господь дает талант. Некоторому много талантов. И эти таланты, человек, если он правильно живет, разумный человек, этими талантами он служит другим людям. А часто люди присваивают себе таланты Божьи, вот как здесь мы это видим. И я повторюсь, он был талантливый человек, он был умный, он был организатор, у него, так сказать, спорилось дело, то есть он уже житницы построил. У бедного человека нет возможности построить новые житницы, у бедного человека нет возможности, у него просто земли нету, где вырастить большой урожай. То есть это все тоже нужно было сорганизовать. Ну, даже есть такая фраза в Евангелии, у кого много, тому много дадено будет, а у кого мало, того и отнимется то, что думает иметь. Вот здесь у него много было, и еще Господь ему прибавил. Но прибавил-то для чего? Для того, чтобы он послужил этим богатством Господу, а не себе. И здесь мы видим совершенно безумие, что человек и так, как говорится, как сыр в масле был, ему в два раза, это еще в три, в пять раз, может, еще увеличилось богатство его, но и это ему не хватило. Как я и говорил, что аппетит приходит во время еды, если человек материальный, если он мыслит только о своих благах телесных, то есть чтобы воспользоваться своим богатством для вывеселения, для развлечения, для покоя, как мы, собственно, тут и слышим прям фраза-то, вот пей, веселись, душа моя. А в каком отношении здесь душа, он говорит, душа моя? – Да, ну это в притче так образно Господь показывает внутренний диалог человека с самим собой. Так, вот он встал перед такой задачей, у него вдруг… – Появилась новая проблема. – Да, вдруг свалилось ему на голову богатство. Чего с ним делать-то? А он организатор, он начал размышлять. Так, ну вот, чтобы его, так сказать, не разворовали, нужно житницы построить, его же надо сохранить, житницы построить, а потом как тратить? А, ну тратить, да, пей, веселись, все хорошо. – Но в том числе охраняй их. – Надо же нанять охранников, надо же продавать. То есть там целый, так сказать, технологический цикл по обслуживанию этого богатства. И это вот здесь, так сказать, оно за кадром остается, этой притчей. Но, тем не менее, мы знаем это из жизни, что там какие-то банкиры, они там по два часа в сутки иногда спят, потому что все остальное время тратят на обслуживание своего богатства. Там у них на один процент вдруг уменьшилась, так сказать, котировка какой-то акций. И все, он уже не спит, он уже думает, как, чего, куда продать, чего купить, чего там сбросить, какие акции переложить, там, золото. То есть ночами люди не спят, богатые люди. – Да, но можно здесь также подумать о том, что это притча не только о богатых, но и о бедных. Ведь то же самое люди думают, что же мне делать, что же мне есть-то. То есть одними и тем же вопросами задаются. – Как это ни странно, да, вот она аналогия прям напрашивается, то есть прямая аналогия. Один думает, что же мне делать с моим богатством, а другой думает, что же мне делать с моей бедностью. Одинаковые размышления, как мы видим, только здесь, вот из этих двух размышлений не хватает одного, то, что Господь хочет, чтобы богатому, который Господь наградил богатством, которым обеспечил его землей, организаторскими способностями, каким-то коллективом людей, который эту землю, так сказать, облагородил и обслуживал, какими-то другими возможностями, качествами, талантами, чтобы этот богатый с тем бедным, у которого не было организаторских способностей, у него не было каких-то других там моментов, но он тоже человек, он тоже что-то делал. Вот поделиться с ним. – Да, но обед, ну и вообще в той и другой ситуации, да, в этих уравнениях отсутствует бог. То есть бедному что делать, да, то есть положиться на Господа, потому что что Господь говорит? Не забудьте за страшным днем. – Да, бедный, когда у него нет ничего, чего он делает, он идет воровать, если он не верующий. Если он верующий, он начинает просить у Бога, Господь ему дарует работу, дарует ему какие-то возможности, ситуации, где он решает свою сложность, свой вопрос и выходит из этой ситуации с Божьей помощью мирно и радостно, и спокойно. Если же без Бога, то, как правило, это все превращается в какой-то грех. Только богатый в свой грех помещается, так сказать, а бедный в свой грех. А если бы они объединились и поделились своими качествами, ну, у бедного ведь тоже какие-то таланты были наверняка. То есть богатый ему дал бы богатство, а бедный, ну, не богатство, а часть своего богатства дал, а бедный чем-то своим, может быть, работал бы на поле у него, или там охранником, или чем-то, кем-то был. То есть мы для того и созданы Господом такими разными. У каждого свое качество, свой талант, которыми мы должны друг с другом делиться, и за счет этого обогащать друг друга. Обогащать друг друга, а не обеднять. А вот в этой притче мы видим, что это обеднение происходит. Что бедного без Бога, что богатого без Бога тоже обеднение. Потому что, вот подумайте, вот он скопил это все и тут же потерял. В эту ночь душа у тебя отнимется. Вот все, он все потерял. Всю свою жизнь он положил, скажем так, на это богатство. И чего достиг? Достиг только того, что остался таким же бедным, только уже духовно. Духовно он мог бы быть богатым еще. То есть, знаете, вот есть такое понятие, как конвертировать. Рубли в доллары, доллары в евро. Вот можно богатство материальное конвертировать в богатство духовное. Это, так сказать, на языке банкиров, если говорить. Вот здесь у богатого была такая возможность. Он мог бы свое богатство материальное перевести в другую сферу. В сферу духовную, в сферу милосердия, в сферу помощи ближнему. И стать еще не только богатым материально, но и богатым духовно. Один священник мне говорил, что у богатых есть огромная возможность, которой они не пользуются. Они вот только здесь строят себе дачи, дома и виллы. Они могли бы еще и в Царстве Небесном себе построить виллу. Они не знают почему-то и не пользуются этим. А ведь могли бы. Но это, если кто читал житие апостола Фомы, то там в его житии описано, как он богатейшего индийского князя взял в управление стройку и все его богатства раздал нищим. И построил ему таким образом огромный дворец в Царстве Небесном. Правда, этот князь индийский чуть не убил апостола Фомуза, он посадил его в тюрьму, пока не вернешь, сказал мне все деньги. Ты отсюда не выйдешь. И только там с помощью Божией, через смерть брата, этого князя индийского, который он очень любил, своего брата, брат умер, потом воскрес. И первое, что он говорил, слова «отдай мне свой дворец на небесах», как только он ожил после смерти. Вот такой интересный момент был. И после этого они покрестились, и апостол Фома проповедовал христианство в Индии. Вот здесь мы как раз об этом же говорим, что не просто так этому человеку дается богатство, этому человеку дается бедность. Каждый в своем таланте может стяжать смирение, если он этот талант отдает Богу. У бедного бедность – это тоже талант, потому что он смиряет человека. Бедность она ограничивает, она учит терпеть какие-то невзгоды, и человек через это терпение тоже получает смирение. Богатый, управляя своим богатством, он тоже, если он себя ограничивает, то есть не для похоти и прихоти свое богатство, а для бедных и нищих свое богатство дает, то он тоже смиряется и тоже имеет богатство духовное. Ну, вообще, если мы говорим так о материальном богатстве, как свидетельцы говорят, если человек начнет жить по-христиански, он быстро из богатого материальным, земного, он быстро станет бедным. И вообще, ведь в этот же день тоже будет читаться притча, когда Господь послал своих учеников на проповедь, Он сказал, не берите две одежды, ни суммы, ни посоха, идите вот так вот. Почему? Чтобы они не привязывались ничего к земному? Да нет, дело даже не в привязанности к земному, а в том, что мы, не осознавая, мы забываем даже, что все, что у нас есть, даже дыхание, даже сердцебиение, здоровье, зрение, ум, возможность говорить, ходить, передвигаться, это все дается богам. И Господь им, апостолам, чтобы они это тоже ощутили, сказал, не берите с собой ничего, я за вас побеспокоюсь, я вам дам дом, где вы будете жить, я вам дам пищу, дам одежду в ваших путях. А посмотрите, как апостолы создавали церковь, ведь они прошли всю Римскую империю. Ну вот апостол Фома, например, до Индии дошел, апостол Петр в Риме проповедовал, Павел в Испании даже, а там Матфея в Африке проповедовал. То есть огромные пространства, и событий у них ничего не было, за душой, так сказать, ни денег, ни каких-то там других моментов. Как они это делали? Какой силой они сохранялись? Какая сила их питала, одевала и защищала от нападок не только людских? Потому что в каждой стране ведь были свои верования, языческие верования. И от жрецов надо было их защитить, чтобы они их просто не поубивали. Но и от бесов, бесы-то их везде ненавидели, где бы они ни были. Вот это, конечно же, в этой фразе, что не берите с собой ничего, как раз и есть такое обучение. Господь учит их, что я за вас побеспокоюсь, вы не берите с собой ничего, все у вас будет. И, собственно, мы это видим. Апостолы прошли с проповедью всю Римскую империю, и хоть они и пострадали мученически, все апостолы были убиты, кроме Иоанна Богослова. Но, тем не менее, они многие годы трудились на Неве Божьей, создали церковь и мученически показали свою любовь к Богу и укрепили своим таким концом всех верующих, последователей своих. Кто из апостолов наиболее близко подошел к нашей местности? Для нас, если спросить любого из людей, кто крестил Русь, то два имени сразу всплывают. Первый – это, конечно, Андрей Первозванный, который прошел с проповеди до Валаама и на Киевских холмах крест водрузил. А второе, так сказать, второе, что вспоминает человек – это князь Владимир, конечно же, киевский, который крестил Русь уже, как государство стало православным. Наша государственность создала православное. Но не каждый знает, ну, крещение Руси было в 988 году, но не каждый знает, что еще через сто лет после крещения Киевской Руси здесь, где мы сейчас живем, в Москве, были вятичи, которые были не крещены, которые были язычниками, поклонялись Перуну, Ладе и прочим всяким языческим богам. И что здесь ни князь Владимир, ни кто-то другой проповедовал, а преподобный Кукша, киево-печерский монах. – Суды даже боялись в наши края идти с проповеди. – Здесь обходили, да, и когда мы читаем, например, про Илью Муромца, и поехал он из Карачарова, это под Муромом село до сих пор есть, поехал он в Киев. Но поехал он какой-то окольной дорогой, то есть не по прямой поехал, не по Стромынскому-Щелковскому тракту, а вот как-то окольно поехал он. Почему? Потому что здесь жили как раз вятичи. – И тоже в Соловье-разбойниках пишут, да, то есть это реальные персонажи. Вот мы читаем сказки, Илья Муромец для нас там вот, и даже вот нашли, что у него была, по-моему, столь из позвоночника у него были проблемы, поэтому он лежал, да? – У него в руке наконечник стрелы до сих пор, то есть он был воином, который потом, Илья Муромец, который ушел потом в монахи, в Киево-Печерской лавре, сейчас его мощи лежат в Киево-Печерской лавре, в пещерах, к ним можно приложиться, есть иконочка. – Да, ну сказки там, что там 30 лет или там 33 года он лежал на печи, да, для нас вот так вот, а на самом деле даже нашли, что у него были какие-то проблемы с позвоночником, поэтому он действительно детство провел. – Были проблемы, но Господь его исцелил, он послужил государству российскому и Господу как защитник Отечества сначала, а потом как монах, монах послужил Богу. Вот так же и Кукша пришел с этой же Киево-Печерской лавры сюда и здесь 7 лет проповедовал среди вятичей, потому что сам был вятичем. – У нас есть сюжет, давайте мы более познакомим, посмотрим, у нас в событиях выходил репортаж, давайте, пожалуйста, посмотрим. Живописные и плодородные земли, торговый и водный путь, густой непроходимый лес – идеальные условия для проживания свободолюбивого и независимого народа. Здесь, на берегу реки Воре, где сейчас возвышается Николоберлюковский монастырь, в IX-XI веках при переселении с запада, территорией которого заняли поляки, разместилось племя вятичей. Расположившись вдалеке от культурных центров того времени, городов Киева и Новгорода, они значительно отставали от других славянских племен в духовной материальной культуре, надолго сохранили свои языческие традиции, совершали ритуальные обряды, приносили кровавые жертвы, животных и даже людей, мертвых сжигали и хоронили в курганах-капищах. После крещения Руси в 1988 году неоднократно принимались попытки обратить христианство вятичей, однако они твердо держались идолопоклонства. Здесь вот мы сейчас находимся на курганах, это большие захоронения, можно сказать, вип-персон, то есть так хоронили только очень знатных вятичей, в том числе и шаманов, что было здесь и найдено. Есть некоторые сведения, которые мы сейчас в архивах ищем четкого подтверждения документального. В одной из этих могил, из этих курганов, рядом с жрицей были найдены останки первомученика христианского, потому что у него на груди был мешочек с крестиком, а глава пробита ритуальным образом стилетом жреческим. На рубеже XI-XII веков с христианской миссией для проповеди православной веры в края вятичей из Киево-Печерского монастыря, кузницей того времени великих и святых подвижников благочестия, был направлен священный инок Кукша. Сам он также был из язычников, по преданию являлся сыном вождя Ходоты. В подростковом возрасте он попал в плен к князю Владимиру Мономаху и увезен в Киев. Пребывание в Киево-Печерской лавре среди образцов монашества и христианской нравственности не могло не оказать определяющего влияния на душу Кукша. Он глубоко уверовал, принял крещение. Впоследствии пострижен в монахии и по благословению священноначалия вернулся в родные края для просвещения истинной веры соотечественников. Он в крещении был Иоанном, а его вятическое имя Кукша. Так мы его и вспоминаем как Кукшу. С ним был ученик, преподобный Никон, также участвовал в просвещении всей Московии. Кукша исходил всю землю вятическую от Брянска до Суздаля. Проповедь апостола вятичей, как его впоследствии стали называть, сопровождалась знаменями и чудесами. Многие из язычников уверовали, приняли крещение. Однако миссионерская деятельность иерманаха Кукша не всем была по душе. Языческие жрецы и их поклонники составили заговор и убили крестителя. Его тело впоследствии было найдено и возвращено в Киев-Печерский монастырь. В Орловской, Калужской, Брянской областях, в тех местах, где просветитель Вера Кукша проповедовал, свято чтут его память. Ему посвящены храмы-монастыри. И вот теперь молитвенную память о подвиге первопроходца православия в наших краях решили увековечить и в Московской области. 25 ноября в мужском монастыре Николы Берлюковской пустынь было торжественно заложено основание памятника священному ученику Кукше и его ученику, преподобному Никону, который также принял мученическую кончину за православную веру. ПЕСНЯ Эти имена незаслуженно забыты. Если спросить, кто крестил Киевскую Русь, все знают. Владимир – великий князь киевский. А вот кто крестил Московию, об этом никто и не знает. И хотелось бы, чтобы этот памятник возобновил поклонение им, как тем людям, которые потрудились в устроении русского православного государства здесь, в московских пределах. Бронзовая скульптура священному ученику Кукше и преподобному ученику Никону Печерским, просветителям Москвы, сейчас находится в стадии разработки. Установка памятника запланирована весной следующего года. Его освящение в День памяти святых 9 сентября. Сергей Максимов, Галина Холодцова, телерадиокомпания «Щелково». Есть какая-то информация о преподобном ученике Никоне? Ну, только то, что он был учеником преподобного Кукше, и то, что он также пострадал вместе с Кукшей здесь же, в Вятических землях. Единственное, что тело Кукши было выкуплено Кеопечерской лаврой, братья Кеопечерской лавры, и там здесь сохраняется в пещерах Кеопечерских. А вот про Никона тело и мощи никто не знает. И в связи с этим вполне возможна версия то, что вот этот мученик христианский, который в Курганах рядом с нашим монастырем, он, может быть, это и он. То есть, но это в любом случае один из последователей Кукши, в том числе, может быть, и тот самый Никон, его ученик. Да, даже есть такая информация, что они одинаковым образом, тем же стилетом, также была пробита голова, как у Кукши преподобного. Да, и у Кукши мощи-то лежат, и они изучены, да, у него также пробит череп, как и здесь. Таким же методом, жреческим стилетом, он как бы принесен был в жертву, и, собственно, здесь мы видим то же самое. Поэтому, может быть, и здесь есть такая же историческая канва событий. И мы будем, так сказать, стараться, попытаемся раскопать все возможные документы, связанные с этим. К сожалению, они находятся в Киеве, в архиве, но сейчас трудновато в связи с определенными событиями межгосударственными оттуда взять эту информацию, но мы это все, тем не менее, пытаемся сделать. И, я думаю, к освещению памятника у нас уже будет на руках информация об этом. Но вообще земля, где стоит, расположен Николай Белевиковский монастырь, она такая богатая история, потому что я знаю историки, находящие много там же, тот же старый, когда-то там пристань была? То есть даже как центр Московской области, наверное, был когда-то. Очень много интересного сейчас из архивов мы достаем, забытого и как-то затерянного. Ведь там же археологические экспедиции были еще до революции. В 1860 году археолог Богданов раскапывал курганы не только рядом с нашим монастырем, но и в Анейскиной, и на Сверловке, и в Мизиново, и в Громково. То есть вот этот огромный куст вдоль Щелковского шоссе, Страмынского тракта, он был густо заселен вятичами, о чем свидетельствует огромное количество курганов, больше 200 курганов. Только у нашего монастыря там около 30 типов курганов найдено, известных. И не уничтоженных на сегодняшний момент, потому что в других местах там дачи построили, там пансионат дружбы сделали, там еще что-то такое. Эти курганы просто сравняли, к сожалению, с землей. И мы здесь вот как раз хотим хотя бы оставшиеся курганы сохранить, как памятник нашей истории и культуры. И если эти археологические, вспоминать, находки, то в наших курганах найдены были уже в Советской время 1970-е годы Розенфельд, Варенов, Диков. Были такие археологи знаменитые, которые на тот момент были известными, сейчас опять же все это забыто. Они нашли пристань дубовую на реке Воря. Воря, оказывается, была судоходной, была более полноводной, чем сейчас. Сейчас ее можно по колено, так сказать, перейти в некоторых местах, а то и по пояс. А раньше по ней сюда ходили, это была основная артерия торговая Вятичей. Вятичи контролировали Ворю, и по ней плавали не куда-то там, в Нижний Новгород, да, там по Клязме и вниз туда. А с Венеции, вот в наших курганах, были найдены украшения женские с Венеции привезенные. Здесь был большой торговый центр. Почему именно здесь, рядом с Монстремом? Потому что это было пересечение двух торговых путей. По реке Воря, водного пути и сухопутного, с Трамынского тракта, самый древний в нашем восточном, так сказать, Подмосковье пути. Да, мы привыкли по Щелковскому шоссе ездить, да, а там Владимир Мономах еще ходил. А это не только Владимир, да еще до него, оказывается, торговые пути шли. Ведь и в Москве есть, обнаружены были курганы Вятичей. То есть Москва это тоже был город Вятический до Юрия Долгорукова. Но упоминание о Москве это 1143 год. А Кукша, например, умер там в 1113 году, был убит. А здесь у нас датировки тоже 11 веком, то есть нашего места. Здесь были обнаружены крепостные валы с дубовыми стенами, мост через реку Ворю. И это все контролировалось. То есть это огромное поселение было, которое контролировало вот это вот пересечение торговых путей. Причем оно было до того... Водный был путь-то такой, торговый в основном. Водный путь и сухопутный путь. То есть они вот в этом пересечении как раз обменивались товарами. Что-то, ну какие-то шкуры там, зверей там, какие-то там, не знаю, грибы, ягоды, еще что-то такое. То есть это сносилось по сухопутному пути, а по водному пути что-то другое приплывали, значит торговали. И когда здесь это шла активная торговля с Венецией, в этот момент еще на месте московского Кремля только пни корчевали. То есть там еще не было ничего, когда здесь уже была активная жизнь. Вот как это ни странно, об этом никто не знает. Это сейчас, это залесенный кусок, участок такой леса, да, Гослесфонду принадлежащий. А на самом деле здесь был город Вятичий, который в дальнейшем Кукша пришел, проповедовал. В том числе он не мог пройти такое крупное место поселения Вятичий, не мог его обойти страной. Естественно, он и здесь был. Поэтому мы и хотим поставить памятник Кукше как подтвержденный факт того, что он здесь был, проповедовал. И он, можно сказать, как апостол Андрей Первозванный сказал на Киевских холмах, что здесь будет город православный, да, так Кукше здесь заложил основание в том числе нашего монастыря, в том числе. А это было 900 лет назад, 910, если быть точным, в следующем году будет, к чему мы, собственно, памятник и готовим. И это, конечно же, интересные события. Хранятся все эти находки, артефакты в Коломенском музее, в село Коломенской Москве. И оттуда мы будем тоже запрашивать архивные данные, в том числе фотографии этих всех находок, для того, чтобы в нашем монастыре тоже создать такой небольшой музей, связанный с Вятичами. Ну да, еще много-много все открывается подробностей. Еще, наверное, год назад, два не знали, да, что там такие вот курганы есть. Каждый шаг открывает как бы новую комнату, которая все больше и больше. И этих комнат, они с перспективой. То есть есть письма, ну, например, от владыки Суздальского, Симона, к настоятелю Киевопечерской лавры. Их тоже надо сейчас исследовать, потому что он как раз тоже о Кукше писал. Наверняка он там писал, где он был убит, то есть на каком месте. Вот это мы тоже сейчас ищем. Это как раз в Киеве, в киевских архивах надо искать. Есть находки не только в Коломенском, но и в Питерском архиве тоже часть артефактов, находок и описания этих археологических экспедиций находится. Там надо искать. То есть это работа такая, ну, не одного дня, а нескольких лет. Но, по крайней мере, вот к осени мы постараемся какие-то яркие факты этого представить всем, кто придет на освящение памятника. Да, и в письмах, да, у нас есть информация, что была такая информация, что даже священномученик Кукше, он даже был убит на берегу реки Воря. Есть такая информация, да, но вот ее мы сейчас как раз и подтверждение ищем в архиве, чтобы это было не просто вот косвенное пересказывание других авторов, а все летопись, в которую вошли письма как раз вот епископа Симона Суздальского. Вернемся мы к нашей притче, да. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кто возьмет? Вот эта фраза, она открывает нам понимание, ну, хоть какое-то понимание смерти человека, что же происходит в момент смерти, что, ну, мы-то как думаем, что человек сам вот умирает и все, и как бы, ну, вот как вода испаряется, да, из жидкого в парообразное состояние переходит. Так, может быть, и душа так вот, она испаряется из тела каким-то там полухимическим образом, как некоторые ученые говорят, что, ну, это вот химические процессы в наших нервах, в наших там тканях, вот и вся ваша душа. На самом деле, оказывается, ее забирают у некоторых, да, у грешников душу забирают. Почему? Потому что человек не хочет, то есть, ну, когда забирают, это насилие происходит, да. А у праведников душа сама идет ко Господу. И в этом мы видим совершенно разный подход к смерти. А кто забирает? Забирают бесы, ангела смерти, которые, естественно, посылаются, ну, попускаются Богом к грешнику в тот или иной момент его жизни. Как правило, грешник не подозревает об этом, у него внезапная смерть случается, как и здесь, в притче, мы видим, внезапная смерть. И человек даже не предполагает, он, у него там планы, там громадье всякие, там, я буду строить, я буду там жить, я буду радоваться жизни. Последний раз, а он последнюю ночь живет. Вот и все. Вот и все его, так сказать, все его планы, все его жительство. А вот праведникам, как правило, Господь открывает, что вот подготовиться надо, что я тебя зову, мы читаем в житиях святых, что многие святые знали, когда они будут уходить ко Господу, они готовились к этому, соборвались, причащались, прощались со своими близкими людьми, предупреждали всех, даже одевались в одежды уже, чтобы их там не переодевали, они уже были облачены, да, ложились там на лавочку или на какой-то там одр свой и тихо засыпали. А даже некоторые святые отцы на фоне, да, есть такие, к сожалению, забыла имена, вот даже сидя, вот они созвали своих учеников, они вот вместе сидели, и он прямо при них уже все вот так вот и почил, и душа у него отошла, то есть даже сидя он в разговоре вот так вот отходил, совершенно незаметно. Тихо, спокойно, да. Как будто человек, знаете, как вот говорят, он по-английски ушел из компании, да, вот раз и ушел, вот только что здесь был, а где, а его нету. Потому что он, вот пришло время ему уйти из компании. Вот так и здесь человек, ему пришло время идти к Богу. Господь его зовет, и он уходит, его никто насильно не, так сказать, не отнимает душу от тела, как бесы, да, с грешника им поступают. Как в каком ужасе, представляете, душа находится, вот, допустим, этого человека из притчи. У него планы, у него там деньги, у него там урожай, там, так сказать, ему надо строить какие-то житницы, а тут ее бац, и нет. Или человек, который здесь не хочет верить в Господь, нет, 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 и тут он встречается с Господом. Да не с Господом он встречается, но он встречается с бесами. Но с Господом-то он тоже встретится. А пред Богом ему еще страшнее будет пристать на суде и дать ответ за те дела, которые он совершил, за те богохульные речи, которые он говорил, что Бога нет, а тут он пред ним стоит. Вот представьте, человек, который всю жизнь гнал Господа, клеветал на Него, врал и прочие всякие... Или в мыслях старался уйти. Да, всякие гадости говорил на церковь, на Бога, на верующих. И тут раз он не хочет в это верить, а сама ситуация его заставляет. Как ты можешь не поверить, что... Ну вот солнце есть. Ты можешь зажмуриться, но оно все равно от этого не исчезнет. И когда человек умирает, он точно так же, как вот здесь мы перед солнцем, мы не можем сказать, что все, солнца нет, потому что я в него не верю. Так же и после смерти человек, он видит, что вот Бог, вот ад, вот бесы, вот ангелы. Он все это видит. Он не хочет в это верить, но он это видит. И это, конечно, ужас для человека неверующего. Поэтому надо готовиться к тематике. Да, и как говорят, что Господь, это же любовь, да. И человек даже сейчас в этой жизни земной, да, испытывает такую неприязнь, не совершенно неприязнь, а отталкивание в Царство Небесное. То есть человек сам не может туда попасть, в Царство Небесное, потому что он убегает, он не сможет находиться в любви. То есть Господь эту любовь, он не наказывает. А человек сам не может туда, сам в Царство Небесное попасть. Как Адам бегал от Господа, да? Да, в раю прятался, в раю. И Ева пряталась, и Адам. И это мука великая для человека, когда он не может ответить любовью на любовь Бога. Ну, мы же чем полны, тем и делимся. Да, вот если, так сказать, человек наполнил свое сердце богоборческими, так сказать, качествами, то как он пред Богом предстанет? У него, кроме богоборчества, у него ничего в душе нету. То есть одно только отрицание, злоба и прочее. Как он с Богом сможет жить? Невозможно. Это представьте, что вы ненавидите какого-то человека, а он вдруг становится вашим начальником, этот человек, перед которым вы должны каждый день появляться, каждый день отчитываться, делать то, что он говорит. А если вы не делаете, он будет вас наказывать, уже это мучение, да? А тут не человек, начальник. И он даже не начальник, а он источник всего. И вы полностью от него зависимы, от Господа. Только здесь мы можем зажмуриться и сказать его нет, а там мы уже не можем зажмуриться. Тела нету, которое зажмуривается, а душа, она все время смотрит. Это будет адская мука для человека, когда он не может ответить. Да, но вот все равно, что, знаете, как Господь, он может быть солнышком греющим, а может быть огнем пожигающим. И то, и другое – это огонь. Только один огонь греет, согревает, так сказать, по-хорошему, да, на душу воздействует. А бывает огонь обжигает и по-плохому на душу воздействует. И это зависит не от Господа. Господь, Он и есть. Какой Он есть, такой Он и есть. Он не меняется. Тут любовь на всех разливает Господь. А вот мы сами определяем то воздействие, которое на нас будет оказывать Господь после нашей кончины. И здесь в наших только руках принять Бога или не принять. И самое главное, что к моменту кончины мы должны с этим выбором определиться. Разобраться, да. То есть вот как-то это основной вопрос, который у нас стоит всю нашу жизнь. И от которого мы всю жизнь, как студент, который не хочет помнить об экзамене, так и мы от этого вопроса всю жизнь убегаем, говорим, о, давайте об этом не будем, как всегда. Только начинаешь говорить, ну, вот есть там смерть, есть там еще. О, да, про плохое не будем, давайте только про хорошее. Вот будут праздники, вот там шашлычки, вот давайте там потанцуем, вот там еще что-то. То есть человек подменяет ценности, истинные, на выдуманные ценности, которые даже здесь отнимутся у него, потому что, ну, всякий человек болеет. А тем более в старости, у него он уже не сможет там эти шашлычки там или танцы, они уже ему будут неинтересны и невозможны. Может, при всем желании он бы их захотел, может быть, этим воспользоваться, да не может. Он на смертном одре лежащий человек, у него уже совсем другие желания и, так сказать, тяготы. И здесь, конечно же, мы должны помнить, что мы не все время будем такими, как сейчас. Молодой, крепкий, красивый, все возможно, все двери открываются передо мной. Нет. Мы стареем, мы уничижаемся и мы дряхлеем. И это те часы, то время, которые сигнализируют нам о том, что уходит, 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 уходит наша жизнь, как вода сквозь пальцы утекает. Да, как в Евангелии сказано, да, где ваше сокровище будет, там и сердце ваше будет. Ведь на самом деле все дело в сердце. Чем плохо богатство? Тем, что человек сердце прилепляется, да, то есть все дело в сердце. Ну, то, что я люблю, о том я и думаю. Люблю я человека, я о нем все время думаю. Люблю я машину, я о ней все время думаю, чтобы ее не украли, чтобы ее там не поцарапали, чтобы с ней там ничего не произошло. Люблю я детей, я о детях думаю. А люблю я Бога, я о Боге думаю. И никуда не деться. Это закон, который, он, так мы устроены, он в нас прописан, в нашем естестве. Хотим мы этого, не хотим, но он есть. Как закон всемирного тяготения. Вот я бы хотел, может быть, летать, да, а он мне мешает. Да, кроме того, любя Бога, мы имеем все. Не любя Бога, мы теряем все. К сожалению, источник благ, источник добра, милосердия, вечной жизни, источник вечной молодости, потому что в Царстве Небесном все будут 33 лет, как Христос, да, когда был распят, 33 года имел. Так и мы будем все иметь 33 года там. Вот источник всего хорошего – это Господь. И поэтому, ну, очень странно встречать людей, которые не хотят к этому источнику иметь, так сказать, непосредственное отношение. Ну, как так? Ну, вы сами перед собой закрываете все возможности. То есть вы сами себя обделяете. Это, конечно, очень грустно. И размышления о материальном. Ну, представьте, вот наши глаза, они, если в нас там песок или дым попал, или там мошка какая-то, мы переставим видеть, нам больно, мы хотим очистить зрение. Это материальное зрение. При попадании материальных каких-то частичек в глаз теряется. Также материальное мышление, наше духовное зрение забивается материальным мышлением, как песком глаза забиваются. Поэтому не надо думать только о материальном, подумайте еще о духовном. Тогда ваше зрение будет видеть во много крат лучше и больше. Что значит выражение «в Бог богатеть»? Даже слово «богатство», наверное, слово «бог». Ну, это как раз о том, о чем мы начинали говорить. Богатеть нужно в Бога, потому что от Него исходит все богатство наше. То есть мы то, что имеем, мы возвращаем Богу. А Господь нам сторицы выздает. Таким образом мы вот этот такой цикл прокручиваем и богаче, богаче становимся. То есть мы Богу отдаем данные им нам и через это богатеем. И, конечно же, мы делаем то, что Богу угодно. Тогда Господь нас награждает. А те, которые как бы себе приписывают таланты, дары Божии и богатеют в себя, они только эти таланты уничижают, затаптывают в грязь. И таким образом становятся все беднее и беднее внутренне. И к концу своей жизни вообще ни с чем приходят, к сожалению. То есть а угождать Богу – это значит исполнять запобеди? Да, Господь сказал, тот, кто меня любит, послушает меня и исполнит то, что я сказал. В этом и есть любовь. Если мы кого-то любим, мы стараемся исполнять то, что ему угодно, то, что он нас просит. А если мы не любим Бога, мы не исполняем этого. Вот здесь основная заповедь – это возлюби ближнего и возлюби Бога всеми своими силами. А ближнего – как самого себя. Через это мы Богу будем угождать и богатеть Бога. У нас осталось всего две минуты. Пожалуйста, несколько слов. Давайте не пройдем мимо праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, который будет уже 4 декабря, в субботу. Ну вот этот праздник связан с тем, что в трехлетнем возрасте Матери Божией пришла служить Господу в храме Соломона в Иерусалиме и всю жизнь служила Господу. И почему и введение во храм, да, называется праздник. Всех приглашаю на службу, тоже войти в храм Божий в этот день и таким образом подобиться Пресвятой Богородице. Да, благодарю вас, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»